Сура 74. Завернувшийся в одежды пророк. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. О, завернувшийся в одежды пророк! Когда пророк Мухаммад находился в пещере Хира, недалеко от Мекки, к нему впервые явился ангел Джабрииль, который принёс ему откровение от Аллаха Всевышнего. Увидев ангела, пророк очень сильно испугался и, когда пришёл домой, попросил закутать его и облить холодной водой. «Встань и увещевай людей о том, что их постигнет наказание в великий день, если они не уверуют в Аллаха и в то, с чем он послал своего посланника. И Господа своего возвеличивай, признавая Богом только его, и поклоняясь только ему. И свои одежды от скверны очищай, и скверны, и долопоклонства и грехов сторонись, и не оказывай милость кому-либо, стремясь, надеясь, получить от него большие. И ради Господа своего, ради довольства Аллаха, будь терпелив в исполнении его повелений и отстранении от того, что он запретил. «А когда будет дунуто в рог на воскрешение умерших, тот день будет тяжёлым днём, трудным и страшным, который для неверующих не будет лёгок. Оставь меня, Аллаха, с тем, кого я создал одиноким, который родился без какого-либо имущества и детей, и за тем, кому я сделал, даровал богатство широкое, стада, сады, поля». В этом аяте подразумевается Валид бин Аль-Мугир, который был одним из самых богатых людей в Мекке и у которого было десять сыновей. «И потомство, которое при нём находится, из-за того, что их отец богат, дети не уезжают в поисках средств для существования. И распростёр ему жизнь в этом мире широко. Потом, после всего этого, он всё равно очень желает, чтобы я добавил ему ещё богатства и сыновей. Но нет, это уже не будет добавлено ему, так как поистине он по отношению к нашим знаменем, аятам Корана и другим доказательствам от Аллаха упрям, неблагодарен. Я возложу на него, на такого упорного неверующего, подъём. Сильнейшее адское наказание. Ведь он думал и рассчитал, как противодействовать Корану и Пророку. И да будет он убит, проклят за это, как он рассчитал этот ход. И ещё раз да будет он убит, проклят за это, как он рассчитал этот ход. Потом он посмотрел, подумал, что можно ещё предпринять против Корана. Потом нахмурился и стал мрачным, когда не смог придумать более ничего. Потом он отвернулся от истины и проявил высокомерие, не признав её. И сказал о Коране. То, что говорит Мухаммад, есть не что иное, как колдовство, что пересказывается от предков. И Коран есть не что иное, как речь человека, которую Мухаммад учит и затем приписывает Аллаху. Вскоре я буду жечь его в адском слою, сакр. И что дало тебе знать, ты хоть знаешь, что такое сакр? Не даёт он быть плоти на теле и не оставляет костей, сжигатель кож мучеников. Над ним, над адским слоем сакр, имеется двенадцать ангелов, которые подвергают мучениям обидателей ада. И сделали мы стражами огня ада только ангелов, а не других. И сделали мы число их только испытанием для тех, которые стали неверующими, чтобы они сказали своё слово об этом и этим самым увеличился гнев Аллаха на них. И чтобы стали убеждёнными те, кому даровано Писание, иудеи и христиане, что Коран является истиной от Аллаха, так как в их Писаниях указывается именно это число страж ада. И чтобы ещё прибавилось у тех, которые уверовали, вера, когда они увидят, что люди Писания принимают истинную веру из-за соответствия с тем, что придерживаются они. И чтобы не сомневались те, кому даровано Писание, иудеи и христиане, и верующие, что Коран является неспосланной от Аллаха книгой. И чтобы сказали те, в сердцах которых болезнь, лицемеры и неверующие, чего хотел Аллах этим, приводя в качестве притчи, приведя удивительно малое число. Так, как Аллах ввёл в заблуждение лицемеров и многобожников, сообщив им число ангелов, Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и наставляет на истинный путь, кого пожелает. И никто не знает воинства Господа твоего, из числа которых и ангелы, кроме него, а это упоминание об Аде, лишь напоминание людям. Но нет же, это неправда, что утверждают неверующие. Я, Аллах, клянусь луной, и также я клянусь ночью, когда она отступает, и я клянусь ранним утром, когда оно показывается. Поистине это, адский слой сакр, одна из величайших несчастий, как предупреждающие увещевания для людей, для тех из вас, кто желает быть впереди, стремиться к довольству Аллаха, повинуясь ему, или же отставать, совершая ослушание Аллаха. Сакр является предупреждением, как праведным людям, так и плохим. Каждая душа в день суда будет заложницей того, что она приобрела, будет удержана за грехи, пока не восполнит свои обязательства или пока не понесет наказание. Кроме владык правой стороны, верующих, которым будут даны книги, записями их деяний в правую руку. В райских садах они будут расспрашивать друг друга о бунтарях, неверующих. Затем они спросят неверующих, которые испытывают мучения в аду, что завело вас в адский слой, Сакр? Скажут они, адские мученики, отвечая обитателям рая. Мы в своей земной жизни не были из числа молящихся, и мы не кормили бедняка, не давали им милостыню, и не были благостными по отношению к ним. И мы погрязли в неверии, в насмешке и в лживые речи вместе с погрязшими. И мы считали ложью, не верили в день воздаяния и вечную жизнь, пока не пришла к нам убежденность, смерть. И не поможет им в день суда заступничества даже всех заступников, потому что они умерли, будучи неверующими. Что же с ними? Почему они отворачиваются от напоминания, от Корана и того, что пророк возвещает им, подобно напуганным диким ослам, которые убегают от охотящегося на них льва? Но наоборот, каждый из них, из этих многобожников, желает, чтобы ему были даны от Аллаха, чтобы он не спасал каждому из них лично развернутые свитки, как он не спасывает Мухаммаду. Но нет же, им никогда не будет дано то, чего требует их необузданная прихоть. Наоборот, в действительности они из-за своего неверия не боятся того наказания, что будет в вечной жизни. Но нет же, неправы многобожники, наговаривая ложь на Коран. Поистине, это Коран, полное и достаточное напоминание от Аллаха его рабам. И кто пожелает понять и получить наставление, вспомнит его, Коран, и получит пользу от руководства им. Но не вспомнят они Коран, не смогут получить пользу от него, если Аллах не пожелает этого. Ведь только Он, тот, наказание которого нужно остерегаться, и только Он тот, кто дарует прощение тем, кто уверует и станет ему покорным. Субтитры создавал DimaTorzok